Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развилась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать всё, что не успеет. Привет, мои хорошие! Я знаю, что многие из вас ходят в детский сад. И эта передача именно для вас. Сегодня мы поговорим со Златой Богатеевой и Машей Васильевой, как же нужно себя вести в детском саду. Присоединяйтесь к нам. Побежали! Привет, девочки! Привет, Наташа! Привет, Наташа! А что-то вы шепчетесь, а нам не расскажете о чём? Нет. Злата хочет мне что-то сказать по секрету. Давайте договоримся, что в следующий раз мы будем всё обсуждать вместе. Ведь не очень приятно, когда кто-то шепчется, а мы совершенно не знаем, о чём они, да? Да. Это некультурно и считается невоспитанным, да? Мы всё поняли. Мы больше так не будем шептаться. Хорошо, девочки, договорились. Нелишним будет напомнить и правила поведения в обществе, а в первую очередь правила поведения в детском саду. Ходите в детский сад? Да. Я хожу. Вот. А для нас детский сад, это как для папы и мамы, это работа, да? Где мы должны себя хорошо и примерно вести. Какие правила вы помните? Не забывать про вежливые слова. А давайте представим, вот мы с вами зашли в детский сад, и стоит наш любимый воспитатель. Что мы скажем? Здравствуйте. Да, а скажем здравствуйте всем или только воспитателю? Всем. Конечно, и деткам, да, в нашей группе? Предлагаю сейчас очень интересную игру. Я вам буду читать маленькие-маленькие стишки, а вы будете заканчивать, хорошо? Да. И не забывайте, что они заканчиваются вежливыми словами. Ребята, и вы играйте вместе с нами. Ну что? Поехали. Говорить друзьям не лень, улыбаясь. Добрый день. Умнички. Следующее. Мальчик вежливый и развитый говорит друзьям, встречаясь. Здравствуйте. Умнички. А ну-ка, следующее внимательно послушаем. Когда виноваты, сказать спешите. Прошу вас, пожалуйста. Меня вы простите. Конечно. А просите прощения? Да. Говорите извини меня. Да, вот наступили друг дружки на ножку. Что надо сказать? Извини. Извини. Молодцы. А следующее. Растает даже ледяная глыба. От слова теплого... Спасибо. Хорошо. Ну и последнее. Друг другу на прощанье мы скажем... До свидания. Умнички. Молодцы. Девочки, вы знаете много вежливых слов. А вы, ребята, все ли отгадали? Знаете ли вы вежливые слова? Девочки, правила мы с вами вспомнили. Надеюсь, что вы будете их использовать в жизни, да? Да. В детском саду особенно. Конечно, будем использовать. Ой-ой-ой, Злата. Злата, ай-яй-яй. Дети, разве можно одновременно кушать и говорить? Нет, нельзя. Можно подавиться. Конечно, можно подавиться. Златочка, ну-ка запоминай такую фразу. Когда я ем, я глух и нем. То есть что, когда я кушаю, я что? Я никого не слушаю. Никого не слышу, все, и ничего не говорю. А то можно подавиться. Златочка, вот ты взяла яблочко, а ты его перед этим помыла? Яблоко-то было помытое, а руки помыть я забыла. Забыла. Машенька, давай-ка вспомним. Нужно ли мыть ручки у нас перед едой? Да, нужно. А еще после улицы нужно мыть ручки? Да. Нужно. А вот давайте-ка вспомним. Мы с вами пришли в детский сад, со всеми поздоровались, да? А у вас есть там какие-нибудь интересные занятия в детском саду? Да. Чем вы там занимаетесь? Математикой. Там мы учимся считать. А вы, Злата? А мы сегодня изучали планеты. Ух ты, как интересно. Ясно. Девочки, а как нужно себя вести на занятиях? Не вертеться, не крутиться, не перебивать воспитателей никогда. Так, а еще что? Машенька, сиди как нужно. А еще нельзя, а еще нельзя отвлекаться на посторонние дела. А вот если вы знаете правильный ответ, то нужно кричать и что-то еще сделать? Нужно поднять руку. Правильно, ты умеешь, Маша, поднимать руку? Как правильно ручку поднимать? Вот так, умнички. А самое главное, это слушать вашего воспитателя, да? И учиться чему-то новому. И еще нельзя на занятиях учиться и играться игрушками. Ну, конечно, ведь это же занятия. А теперь, девочки, представьте, вот мы с вами позанимались, да? Что следующее у нас? Это прогулка на улицу. Как нужно себя вести на улице? Нельзя толкать своих друзей. Нельзя на них кричать, толкать, прибивать их нельзя. Когда кто-то придумывает игру, не надо говорить, что это я придумала. Тогда им станет обидно, и они выйдут из игры, не будут с тобой дружить. Правильно. А еще что, Машенька? Нельзя бегать, потому что можно упасть и сильно удариться. Да. А вот если мы катаемся с вами с горки, например, то по какой мы, как мы катаемся с горки? По очереди или кто как захочет? По очереди. Конечно, по очереди. А на качелях как мы качаемся? По очереди или кто как захочет? По очереди. Там же не три качеля. Да, то есть если кто-то еще захотел прокатиться, мы пропустим по очереди, а потом мы пойдем, да? А давайте-ка с вами вспомним. Вот мы с вами поиграли на улице. Заходим опять в группу. Что мы там делаем? Раздеваемся, обоим руки. Моем ручки, правильно, снимаем. Курточку, шапочку, да, если это... А потом идем кушать. А потом идем кушать. Перед едой что нужно сделать? Помыть руки. Правильно. А что? Ну, какое вежливое слово нужно сказать перед едой. Всем приятного. Аппетита. Да, всем тогда будет очень вкусно кушать. Вот мы подкрепились, и пора нам отдохнуть. Как я не люблю вот это делать, это так скучно. Скучно отдыхать? Да. А ты, Маша, любишь спать? Да, люблю. Тогда снится много снов. А утром какие сны? Ты ж утром не спишь. Если устал, можно поспать. А если не устал, ты не спишь, а играешь или кушаешь. Да. Отдых очень хорош для вашего здоровья. Отдыхать всем нужно, Злато. И взрослым, и детям. А вот вы отдохнули, поспали. Что потом опять делаем? Играемся. Играемся. И самое главное, это не забыть сложить свои игрушки. Да? Да. Когда приходят наши родители, то не забыть попрощаться. Как мы прощаемся? До свидания. До свидания. А с друзьями? Пока. Пока. Да. А у вас есть друзья в садике? Да. А у меня есть девочка Ульяна. Так. А у тебя, Злата? У меня Вероника, Настя, Аня, 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 Ксюша, Даша. То есть только подруг. Умнички, девочки, вы молодцы. Маша умница, Злата умница. Сегодня мы повторили правила поведения в детском саду. Я так думаю, что мы очень хорошо постарались. Ночь тиха, природа задремала. Тихо светит одинокая луна. Путается в тучку одеяло. И блуждает среди ярких звезд весна. Редактор субтитров А.Семкин